Ну а сейчас узнаем, как завтракают отечественные кинозвезды. Наталья Панкратова выпила утренний кофе с актером Андреем Соколовым. Доброе утро. Мы находимся в ресторане «Облака» и у нас в гостях актер Андрей Соколов. Доброе утро, Андрей. Доброе утро. Здравствуйте. Как это замечательно прозвучало на «Облаках». Прям сразу воздух какой-то появился. Андрей Соколов. Народный артист России. Заядлый охотник и рыболов. Однажды в юности заблудился в тайге. И, как утверждает артист, его спас ангел-хранитель. Кроме актерского, имеет авиационно-техническое образование. Пишет стихи и прозу. Как начинается ваше утро? Я хотел бы зрителям открыть секрет. Утро для нашей программы, для программы «Мир» начинается уже после 9 часов. А я же аварник. Я вообще встаю крайне рано и считаю, что это те часы, когда можно правильно как бы разобраться со всеми своими накопившимися, спланировать, отдохнуть. Встал, умылся, поел, оделся, отжался. Как обычно. А как же вы совмещаете актерскую профессию, профессию артиста с ранним вставанием? Это же... В семье не без исключений. Вот я точно это исключение, которое как раз подтверждает, наверное, правило. Потому что, ну, как-то вот так сложилось уже с юных лет. Я люблю ложиться пораньше и стать пораньше. Правильно ложитесь, правильно встаете, правильный режим, а правильное питание при этом присутствует? Для меня всегда основа основа была в том, чтобы это было самое главное не с пола. И, ну, достаточно, более-менее, непросроченное. Вот. А так я в еде неприхотлив. Расскажите о вашем фильме. Картина называется «Память осени». Снимали в городе герой Пензия. Премьера должна быть к Новому году, скорее всего. Не устаю хвалиться. Она закрывала российскую программу московского фестиваля, питерского. Мы получили уже несколько призов международных, российских. Команда была замечательная, удовольствие, потрясающая. Люди, каждый из которых, ну, бриллиант. Чем для вас лично стал этот фильм? Знаете, каждая картина ведь... Точно как ребенок. Совершенно верно. Дело в том, что это такая социальная мелодрама, я бы сказал, даже драма. А история проста, как мир, когда семья выезжает с насиженного места, и какие скелеты в шкафах начинают вылезать. Я боялся, что я тебя потерял. Ну уж, на это не надейся. Слушай, давай... Давай детей соберем. Соберем и уедем куда-нибудь далеко-далеко, где нас никто не знает. Как тебе идея? Начнем все заново. Аудитория нашего канала, это весь бывший Советский Союз практически. И я думаю, что каждый, наверное, человек в своей жизни осмотрел легендарный фильм, сделавший буквально-таки революцию на экранах Советского Союза. Дорогие зрители, мы говорим о фильме «Маленькая вера». Расскажите, пожалуйста, вот чем для вас было это время? Для меня это одно из моих, наверное, ностальгических воспоминаний. Это был первый даже курс института. Между первым и вторым это было море, пальмы, белый пароход, высокий блондин в черном ботинке. Из чертанова была такая статья даже. Но это все было здорово. Не могу не спросить, а звездной болезнью тогда заболели, честно признайтесь? Вы знаете, конечно же, когда находишься внутри этой ситуации, себя оценить трудно. Думаю, что была. Но не думаю, что была в гипертрофированной форме. Дело в том, что я человек независливый. И вот это чувство, оно потом как-то мне очень достаточно... Мне пришлось с ним знакомиться со стороны некоторых людей. И когда, например, я совершенно искренне, без всякого злого умысла спрашивал у ребят, вот фильм отправляю, скажем, в Японию, куда мне лететь? Или как мне лететь? С пересадкой или без? И я не понимал, как бы, некой агрессии, которая после этого возникала. Я действительно спрашиваю, никого не хотел обидеться. Ну, вот такие вот вещи, да. Вас же уже почти 25 лет можно видеть в линкоме на сцене. Не исправляете? А вы знаете, у нас всегда поздравляет театр юбиляров. По-моему, даже поздравлял на 100%, если это уже прошло или это уже не прошло. 90-й год. Значит, уже поздравлял. А вы представляете, когда по окончании института только-только, да? Ну, пацан пришел в театр, на ступеньках всегда стоит Марк Анатольевич, когда начало сезона. И юнец, вчерашний студент, здрасте. Здравствуйте, Андрей Алексеевич, это же... Ох-ох-ох, на крыльях можно было летать. Скажите, а зритель меняется? Линком, там такая осознанная атмосфера, что есть некая преемственность поколений, да? Но твой зритель, он идет как-то параллельно и на спектакли, и как-то есть некое там общение. Он вместе с тобой растет и меняется. Есть и новый порсель, но все равно я отдаю себе отчет в том, что я для них уже другое поколение. Современная публика, она все так же встречает у служебного входа, у служебного подъезда. Вчера был спектакль, да. Так что все. Искренность чувств, ее трудно заменить. Помните, просто было время, когда люди... Какое-то время было, что люди как-то перестали ходить в театр. Нет, нет, такого фактически не было. Полинком, я не могу сказать. Ну, Линком, да. Может быть, скажите пару слов нашим телезрителям, ну, какой-то совет, потому что время у нас сложное. Когда оно было простое? Ну что, я просто хочу пожелать доброго утра, приятного аппетита, всем хорошего настроения и жить счастливо. Спасибо большое. У нас в гостях был Андрей Соколов.